значит тут задали следующий вопрос какие книжки читать ну нет по электричеству будь кого нет но лично мне больше всего нравится берклифский курс физики соответствующий второй по моему том электричество магнетизм но здесь все очень просто почему мне это нравится я помню у меня была одна студентка с большой буквы маша чернышова когда она уезжала во францию в иколе политехник она говорила я обязательно вернусь в россию не потому что мне россия нравится она ничем не лучше не хуже чем все остальные страны но у нее есть одно преимущество россии я тут родилась ну в этом же смысле мне нравится берклифский курс то что я по нему учился но вообще говоря есть конечно очень хороший курс по всей физике это сивучин том механика это мфт и когда-то написала но он как всегда толстоват берклифский курс там тоже стоит 170 страниц у сивучина там под 500 страниц берклифский курс физики университет беркли написал когда-то курс который перевели когда-то на русский язык ну сами понимаете классическая физика с тех пор когда я училась мало изменилось это там всякие курсы по истории и философии меняются каждые пять лет в зависимости от изменения политической ситуации а физика она стабильна стабильна как прочего математика так ну конечно есть хороший курс там там фамилия такая не здесь а там конечно очень хороший курс ричард фейман но это как всегда как всегда это не курс по которому учиться по которому удовольствие получать вечером только там надо иметь ввиду одну страшную вещь он пытался выдумать свою систему единиц но поскольку он пытался исправить великую ошибку когда вектор b в магнитном поле обзвали магнитную индукцию он правильно называет вектор b магнитным поле но и пытается придумать некоторую систему единиц но то она нестандартная но она как бы и не си и не сгс ну а так конечно хорошо и у него там правда курс электричества раскидан по моему по двум томам по третьему и четвертому или пятому шестому не помню ну чего еще хорошего есть чего еще хорошего а я когда-то написал первую часть я хотел книж из трех частей написать книжку электромагнитные взаимодействия но 1 электричество магнитизм 2 оптика 3 квантовая механика но как-то мне потом быстро все это надоело но понятно что я естественно рассказываю идеологически ближе всего к тому что я писал и я тут был некий анекдот тут некоторые ребята ваши предшественники мой конспект лекции написали не очень меня спросясь его здесь на сайте поместили правда по оптике не сдали даже без моей подписи ну издание мало ли там чего быть мы написано меня это не волнует а потом я решил методичку так сказать сдавать но естественно там нашлись люди уже в лети которые там ни слова не поняли но решили мне какую-то гадость сделать а это плагиат и оказывается я сам себя там себя списал идиотизм людей на а за эти будет мой издана методичка там словом слова только там было не в слово в слово там формулы естественная у них спер и рисунки но когда я прочитал то что они там написали словами у меня волосы встали вот так дыбом это говорю вы что это вы так поняли то что я вам говорил я дурак не читая вам за курс пятерки поставил мне стало страшно что они там так что не вздумайте на оптике пользоваться тем комплектом это ужас я не говорю о стиле но типа формула ну вот подставим в этого рак ребят книжках во первых не пишут подставим там пишут если подставить они подставим во вторых никогда не пишут мы понимаем у нас получилось надо писать я по не лучшем случае я понимаю у меня получилось но это вы кстати на экзамене тоже любите говорить и мы получим такое выражение и пишите какую лажу только не надо меня в свою компанию говорите честно и я получаю такое выражение не надо мы тут вот ну вот может быть когда нибудь оптику мы сделаем главное еще и квантовую механику вроде бы набили в конспект но посмотрев что они набили в оптике я даже квантовую механику их не открываем вот ну пожалуй да нет ну всякие там иродов и савельевы книжки хорошие но но немножко так низковато по уровню уж если совсем ничего не понимаете тогда уж лучше бутика физика для поступающих в бусы нет понимаете иродов савельев они видимо писали книжки для инженеров то есть они считали что надо формулу написать а уж чё пора формулу над как те студенты которые мы как там уж не важны какие слова но слова там немножко на ну вот так примерно по книжкам значит теперь я еще советую вам но эти лекции мы конечно выставлять будем понемножечку я теперь советую они же в ю тубе лежат там есть некоторая дискуссия вокруг вот произошло наконец некоторое изменение в аудитории слава богу вроде бы интернет дураки поняли что если они задают дурацкие вопросы я им публично пишу там что они дураки их вопрос выставляю и но они такая что сразу же стирают это но я это выставляю в свою дискуссию не стереть то что они дураки и поэтому дураки стали писать меньше а стали задавать иногда люди вопросы разум иногда но вот например по электрическим зарядам ну конечно смешной вопрос но все-таки это не уровень интернет дурачков один гитачок вы говорили что все заряды кратные заряду электрона а как же заряд 1 3 2 3 но видимо человек о чем говорил таких частиц заряд 1 3 2 3 кварки что тяжелые частицы протоны нейтроны они вроде состоят из субчастиц кварков которых там по 3 и у кварков вообще дробный заряд ну чё ответить на то что ж вы чё не слышали пропорции даете ребят люди ставят на большом отродном коллайдере самый дорогостоящий за всю историю физики эксперимент чтобы попытаться хоть как-то косвенно доказать есть или нет кварки а вы об этом ничего не слышите самый амбициозный эксперимент по физике в истории человечества сейчас идет он еще будет идти лет по моему 15 этот эксперимент на 30 лет был запущен и в нем принимает участие 80 тысяч физик и стоимость этого эксперимента на пару порядков больше чем суммарная стоимость всех полетов человечества и там по моему ни одной стране этот эксперимент не по карману поэтому там в этом участвует коллаборации 36 стран и поэтому большой дронный коллайдер ускоритель поскольку он ничей он сделан так половина кольца от франция половина под швейцарь мы когда будем про ускоритель и говорить я вам покажу как это так впечатляет большая дронный коллайдер это впечатляет ну так вот что ответить про кварки на первых во первых кварков никто не видит это некоторая удобная теоретическая модель которая что-то объясняет но никто не видел отдельного кварка на эксперименте поэтому говорить а как же насчет заряда частицы которые никто не видел но это интересно во вторых это наверное самое главное даже если мы поверим в существование кварков но я думаю что я скорее склонен верить в то что они есть но только не в том смысле в котором мы понимаем нет не то что частица состоит из трех частиц совсем по-другому и даже пока трудно сказать но не отсказать то можно просто симметрии некоторых уравнений с тяжелыми частицами протонами и нейтронами такие какие были бы если бы эти частицы состояли из трех более простых даже не сами уравнений а симметрии это тонкий вопрос то есть разговор такой но вот у нас есть привычная симметрия связанная со спином а вот здесь она не такая а а чтобы из этой привычной симметрии связанный со спином перейти к этой симметрии надо придумать спинор тройной и в этом смысле частица состоит из кварков это совсем не не то что вот они из трех горошин все не так ну а потом поскольку кварка никто отдельного не видел и скорее всего уже не увидит то сейчас почти вся современная физика считает что кварки устроены так что они не могут находиться далеко друг от друга отдельно а когда мы вводили заряды мы говорили что будем рассматривать только ситуации когда квантовая механика переходит в классическую а это бывает когда когда частицы находятся далеко друг от друга и слабо взаимодействуют а поскольку кварки не могут находиться далеко друг от друга их не допоминать глупо просто кварк виде если он есть видимо нельзя загнать в такие условия когда работает класс но тогда в курсе по классической физике спрашивать а как же тогда с объектом который не описывается классикой это не корректно но это не глупый вопрос а то он глупый вопрос это типа того что а теория относительности я и три раза прочитал так и не понял поэтому она не верна но вот это типичное выступление интернет дурака но это не это нормально окей значит мы с вами остановились на том что для того чтобы как-то описать механизм взаимодействия зарядов придумали электрическое поле даже я бы сказал не описать а обозначить поле ничего не описывает не объясняется просто некоторое обозначение и для математического описания поля мы пока придумали вектор е который в точке r произвольной точке пространства вычисляется как сумма по всем зарядам величина точечным зарядом величина точечного заряда на q расстояние от точки наблюдения до каждого заряда вот это у нас точка r где мы считаем электрическое поле а вот здесь есть группа зарядов и среди них есть заряд q с номером и сюда смотрит вектор r житая вот мы договорились что поле надо считать так но это в системе sgs а все я иногда буду писать фигурных скобочках что надо еще дописать что получилось и но не на каждом шагу а так иногда вам напоминаю всяк тут надо написать единица на 4 пи абсалл с ноликом и счет но потом мы договорились что из-за того что математика плохо умеет считать суммы то мы эти заряды глядя на них издалека будем считать непрерывно размазанными по системе и тогда можно ввести уже непрерывное распределение зарядов и тогда в той области где заряда есть можно взять маленький кубик положение которого будет задаваться вектором r малая а объем кубика мы называли d3 r малая и тогда от суммирования мы примерно перейдем к интегрированию либо по объему если заряд в объеме находится либо по поверхности либо от по длине нити которая заряжена по некоторому многообразию гамма от заряда dq от r dq от r это заряд такого кубика делить на r минус r в кубе на r минус r а dq от r мы договорились считать либо как плотность заряда в точке r на элемент объема либо как плотность поверхностного заряда в точке r на элемент площади либо как линейная плотность заряда в точке r на элемент длины d1 r вот это мы с вами сделали и договорились что если мы смотрим на распределение дискретных зарядов достаточно издалека то замена сумма на интеграл достаточно разумно просто она математически разумно можно сказать что это это выражение почти одно и то же а вот если точка наблюдения близко к облаку из зарядов или даже находится внутри то тогда естественно замена дискретных зарядов непрерывным распределением это ужасно просто эти два слагаемых просто не равны друг другу но как но оказывается для физики полезно и то и другое такое распределение зарядов правильное несоответствующее ему поле будет называться микроскопическим полем это настоящее поле в том смысле насколько про поле можно говорить слово настоящее вообще-то поле это выдумка парадея которая поддержана максвеллом и больше ничего а вот это называется сглаженное макроскопическое поле которое не является настоящим но в каком смысле вот сейчас например этот фломастер не заряжен ну предположим на самом деле конечно на нем сколько-то зарядов сидит но пусть не заряжен чего равно поле в объеме этого фломастера электрическое что хочется сказать хочется сказать 0 но это же чушь если в объеме вы подойдете рядом к одному протону совсем близко там будет гигантское поле потому что он будет создавать около себя гигантское поле а все остальные 0 почти 0 если вы чуть-чуть отойдете вы получите 0 чуть-чуть отойдете подойдете к электрону, получится снова гигантское поле, но уже в другую сторону смотреться. Поэтому внутри фломастера от точки к точке поле прыгает, как черт знает что. Это какое поле прыгает? Вот это поле прыгает. А нам хочется сказать, что внутри фломастера поле ноль. Это среднее поле по большому объему. Это какое поле? Это вот это. Поэтому пока мы занимаемся классической физикой, которая в основном занимается макрообъектами, мы, как правило, будем работать с усредненными полями. А когда мы занимаемся микрофизикой, то тогда надо, вообще говоря, работать с этим полем. Но пока речь идет о классике, мы, как правило, пользуемся усредненным макроскопическим полем. Ну и тут есть одна неприятность. Смотрите, здесь стоит сумма или интеграл от векторной функции. А как понимать сумму или интеграл от векторной функции? Ну, очень просто. Надо ввести систему координат x, y, z, спроецировать этот вектор на три оси и сосчитать сумму и интеграл для каждой из трех проекций, собрать этот вектор. Поэтому на самом деле здесь стоит не одна сумма и один интеграл, а сколько? Три штуки. На самом деле, три штуки. Когда считать руками, то надо три штуки. Ну и понятно, что это много работы. А есть способ считать интеграл только один раз. Вот об этом сейчас и поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А для центральных сил в курсе механики, которую вы прилежно и глубоко изучили, доказывалась следующая теорема, что любая центральная сила является потенциальной. А потенциальной силой, как вы все наверняка помните после прилежного изучения курса механики, это такая сила, работа которой не або какая работа, а между двумя фиксированными точками пространства по перемещению тела не зависит от формы траектории. Так вот, поскольку у нас электрические силы, а на жаргоне говорят электрические поля центральные, то электрические силы являются потенциальными. На жаргоне для краткости играет электрическое поле потенциально. А если у нас какая-то сила потенциальна, это означает, что для такой силы можно ввести понятие потенциальной энергии. А потенциальная энергия, как вы все хорошо помните из механики, это не МЖА, а работа потенциальных сил по перемещению точечного тела из заданной точки пространства в точку, где потенциальная энергия считается равной нулю. Поэтому, если нас интересует где-то здесь, давайте заново нарисую, это система координат, и нас интересует какая-то точка пространства Р, чтобы найти потенциальную энергию в этой точке, надо выбрать точку, в которой потенциальная энергия считается нулевой, пусть это точка Р с нуликом, и перенести рассматриваемое тело отсюда сюда по произвольной траектории, сосчитав работу. И тогда получится, что потенциальная энергия в точке Р по определению равна криволинейному интегралу по любой из выбранных траекторий для потенциальных сил этот интеграл один и тот же, от точки Р до точки Р с нуликом, от скалярного произведения потенциальной силы на перемещение, элементарное перемещение. вот у нас векторочек Д, Р, элементарное перемещение, ну и какая-нибудь сила действует на него, Ф потенциальная, на этой точке, в точке Р малая. Я напомню, что если у нас силы электрические, то силы, которые потенциальные, то это будет интеграл от Р до Р с нуликом, от произведения перемещаемого заряда, а те заряды, за которыми мы будем следить, мы будем, как правило, обозначать ноликом, Ку с ноликом на Е в текущей точке Р на ДР. Поскольку заряд перемещаемой частицы мы считаем, что не меняется, его можно вынести из-под интеграла. И у нас остается интеграл от Р до Р с нуликом, от скалярного произведения поля в каждой точке траектории на элементарное перемещение. Смотрите, оказывается, потенциальная энергия заряда в какой-то точке пространства, когда потенциальные силы только электрические, пропорциональны величине того заряда, который находится в этой точке. Раньше у нас было, что сила, действующая на какой-то заряд, была пропорциональна величине этого заряда, а все, что не содержало заряд, мы назвали множитель этот, вектором напряженности электрического поля, потому что его вычислять было трудно, вот так. А то, что трудно вычислять, физики любят называть какой-нибудь новой буквы. Конечно, вычислять сумму или интеграл по куче зарядов, это гораздо труднее, чем вычислить интеграл по криволинейной траектории. Такой интеграл считать проще. Но все равно вычисление интеграла это гораздо сложнее, чем умножение на заряд. И точно так же, как здесь мы ввели электрическое поле, как силу, ну напряженность поля, как силу, действующую на единичный заряд, вынеся Q с ноликом за скобочки, точно так же сейчас давайте введем потенциальную энергию в данной точке пространства единичного заряда, то есть поделим U на Q с ноликом. А вот этот множитель, который трудно считать, обзовем новой буквой. Этот множитель обозначается буквой ФИ и называется скалярным потенциалом в точке Р. По школьному можно сказать, что потенциал в точке Р, это есть потенциальная энергия точечного заряда в этой точке, в том случае, когда заряд единичный. Если я поделю потенциальную энергию на величину заряда и заряд единица, то ФИ это будет по-русски. Ну, всяк для потенциала есть даже специальная единица вольт в СГС, люди не заморачивались введением каких-то единиц. Единица потенциала в СГС. Господа, итак, отсюда следует, что потенциал в точке Р это не что иное, как криволинейный интеграл по произвольной траектории от Р до точки, где потенциал считается равным нулю. Понятно, что если в какой-то точке Р с ноликом У равно нулю, то ИФ равно нулю. от скалярного произведения ЕДР. Вот что такое потенциал. Или, если хотите, вспомнив, что Е по принципу суперпозиции это сумма полей от точечных зарядов, или интеграл от поля по размазанному заряду, можно написать, что это будет интеграл от Р до Р с ноликом сумма полей создаваемых в этой точке всеми точечными зарядами в отдельности на ДР. Здесь мы воспользовались принципом суперпозиции для полей. Дальше понятно, что скалярное произведение от суммы равно чему сумме скалярных произведений. это как называется? Естественно, хорошо бы на экзамене говорить. Далее понятно, что поскольку скалярное произведение линейно покажет самому а определенный тогда это будет сумма скалярных произведений а определенный интеграл от суммы равен чему? В сумме определенных интегралов мы совершенно очевидно получаем сумму по всем зарядам интеграл от Р до Р с ноликом от скалярного произведения поля создаваемого только одним зарядом на ДР но как вы думаете как мы назовем интеграл по траектории отсюда сюда от поля создаваемого одним зарядом? Наверное потенциалом создаваемым одним зарядом. Поэтому мы получаем здесь сумму по всем зарядам потенциалов данной точки создаваемой каждым из зарядов в отдельности. Оказывается для потенциалов есть тоже принцип суперпозиции. Но как вы наверное догадываетесь суммы считать плохо и поэтому здесь у нас получился пока какой потенциал когда мы написали сумму полей микроскопический. А в угоду возможностям математики мы наверное здесь перейдем к интегралу и перейдем к макроскопическому усредненному потенциалу и это будет интеграл от потенциала создаваемого каждым кусочком где есть заряды я их напишу φ от r на d3r на объемчик ну естественно здесь поставить знак приближенный можно сосчитать потенциал создаваемый здесь кубиком маленьким а потом эти потенциалы по объему или по поверхности или по линии проинтегрировать и просуммировать все потенциалы можно поступать и так мы уже с вами говорили о произвольности точки r с ноликом из-за которой у нас потенциальная энергия определяется с точностью до константы выберите другую точку r с ноликом получите другую потенциальную энергию но это не страшно потому что во все уравнения физики входит не сама потенциальная энергия а разность потенциальных энергий двух точек а разность потенциальных энергий не зависит от выбора начальной точки то же самое касается и потенциала потенциал как потенциальная энергия единичного заряда определяется с точностью до константы но это не страшно потому что нам всегда будет нужно знать разность потенциала и еще одна оговорка как правило И я это никогда не буду говорить отдельно, если не делаю не так. В качестве нулевой точки удобно брать бесконечно удаленную точку, в которой наш пробный заряд ни с кем не взаимодействует. Это очень удобно. Это можно сделать не всегда. В прошлый раз мы с вами считали поле бесконечной плоскости. Считали, да? Да, я вам не рассказал. Но сейчас мы с вами увидим, что поле бесконечной плоскости константа. Если поле константа и в постоянном поле я потащу заряд на бесконечность, то какая работа совершится? Бесконечно большая, интеграл разойдется. Поэтому, когда мы выдумываем бесконечные распределения зарядов, но, кстати, я не знаю, в природе бесконечного распределения зарядов, то тогда нельзя брать потенциал нулевой на бесконечность. Тогда надо выбирать какую-то другую точку. Ну, неудобно, когда у вас в каждом слагаемом будет бесконечность. Когда вы будете вычитать из одной бесконечности другую, то раскрывать неопределенность бесконечность минус бесконечность – это очень хреново. Поэтому мы будем считать, что потенциал, ну, к счастью, поскольку у нас в мире бесконечных положительных и отрицательных зарядов почти поровну, то на больших масштабах они друг друга компенсируют. И поэтому у нас в мире, видимо, есть бесконечно удаленные точки, где нету взаимодействия нашего заряда со всеми остальными. По секрету скажу, когда есть возможность легнуть космологов, я никогда не отказываюсь себе удовольствием. Знаете, те формулы, которые сейчас мы получим, космологи… Вы помните, закон гравитации очень похож на… Космологи очень любят переписывать для гравитации. И там вводится гравитационный потенциал, понятно, что это такое. Это потенциальная энергия, единичные массы в данной точке пространства. А потом они очень любят сосчитать потенциал в какой-то точке космоса. И берут готовое выражение для потенциала точечного заряда и интегрируют по космосу. Все хорошо, кроме одного. А где там бесконечно удаленная точка, в которой наш заряд ни с кем не взаимодействует? Ведь космологи говорят, что Вселенная бесконечна, однородна и изотропна. У нас нет пустой точки, в которой нет взаимодействия. А они берут формулу из электростатики. Я думаю, что может быть… Я даже примерно знаю, как здесь можно выкрутиться. Пока они об этом не говорят. Они говорят, ну возьмем формулу из электростатики, которая получена для количественных распределений зарядов, и применим ее ко всей Вселенной. Понятно, что так можно получить все, что угодно. Наверное, можно так сделать. Но тогда надо долго оговаривать, что мы имеем в виду. Очень долго и очень осторожно. Я даже думаю, что некоторые космологи даже уверен, понимают, что они делают. Но большинство научпоповских лекторов о космологии, они просто не знают, что только лихоничного распределения зарядов может делать. То, что мы… Да я этого просто не знаю. А с толстым голосом говорят, «О-о-о, энергия Вселенной такая-то, значит, наша Вселенная открытая». Друг говорит, «Нет, у меня получилась такая-то, значит, наша Вселенная закрытая». И начинают толстым голосом говорить. Кто говорит, она расширяется, кто говорит, что она остановится и сожмется, а кто говорит, что она десять раз сжалась, и было много больших взрывов, но черные дыры выживают в случае большого взрыва? Ну, спросите космолога, откуда он знает, что есть черная дыра? Он скажет, «Ну, как же? Ну, как же? Общая теория относительности…» Попросите его формулу общей теории относительности написать. У меня в лаборатории тоже один совместитель, космолог. Он вообще-то спектроскопист. Он изучает, знаете, что он изучает? Спектры излучения черных дыр. Я говорю, «Отлично!» Я говорю, «Только откуда ты знаешь, что это черная дыра?» «Ну, как же?» «Говорит, мы видим рентгеновский источник и по яркости его понимаем его массу». Я говорю, «Откуда ты знаешь яркость этого источника?» Ну, как же, чем дальше, тем меньше яркость, как единица на R в квадрате. Я говорю, «Ну, так это в эвклидовом пространстве?» «А если пространство искривлено, там не будет зависимости единицы на R в квадрате?» «Ну, конечно, но будем считать, что работает». Я говорю, «А как насчет черной материи, которая, по ходу дела, может поглотить половину твоей яркости?» «Ну, тогда она нагреется и сама начнет светиться». Я говорю, «Кто, черная материя?» Твой коллега написал, что она даже не из барионов состоит, а вообще из неизвестного типа элементарных частиц. Что, если материя, созданная из неизвестного типа элементарных частиц, нагревается, она светиться будет? Ладно, говорю, пусть это правда. А почему ты думаешь, что, ну, как-то как, вещество падает на черную дыру и светится? Хорошо. А что ты знаешь, что это черная дыра? А что еще? Ну, нейтронная звезда. Ну, мы же знаем по яркости свечения, про яркость он уже забыл, что он ничего не знает. Ну, ладно, что масса у этого объекта – 100 солнечных, а нейтронная звезда может иметь массу не более 3 солнечных. Через некоторое время просто. А может быть и 2. Я говорю, «Откуда ты знаешь, что масса нейтронной звезды не может быть больше?» «Ну, как же, есть оценка кого-то там?» Я эту фамилию не знаю. Я говорю, «Отлично». А, говорит, «Ты не знал об этой оценке?» Я говорю, «Нет, не знал». А ты знаешь? Он говорит, «Да, вот есть такая оценка». Я говорю, «А на каких физических основах эта оценка сделана?» А он не знает. То есть он не знает, почему не может быть нейтронной звезды более чем в 3 раза массивной, чем Солнце. Он знает, что есть какая-то оценка. И он этому верит. Он в это искренне верит. Не то, что он там хочет всех... Он в это верит. Ему так сказали в детстве. А он забыл спросить, а почему? Я говорю, «Ну, я тебе скажу. Наверное, скорее всего, считается, что когда звезда коллапсирует, там получается из протонов и нейтронов вырожденный базе газ. И, наверное, есть способы сосчитать давление вырожденного базе газа. И, наверное, приравнивается максимальное давление базе газа к гравитационному давлению. И отсюда берется». Он говорит, «Да, ну так, конечно, не так». Я говорю, «А кто тебе сказал, что к тем гравитационным полям, которые даже в нейтронной звезде существуют, если нейтронная звезда существует, я не знаю, что это, можно применять квантовую механизм?» Квантовая механика даже с теорией относительности плохо согласуется. А здесь, черт знает, какие поля. Ну что, нельзя квантовую механику применять? А докажи, я говорю, «Нет, это ты должен доказать, что можно применять». Я-то, честно говорю, понятия не имеем, что такое рентгеновский источник. Это ты говоришь, что я знаю, что я изучаю спектр рентгеновского источника. Я-то говорю, что ты не знаешь, что ты изучаешь. Это не значит, что это бесполезно изучать. Это тоже полезно изучать, что я не знаю. Но только не надо толстым голосом говорить, что ты изучаешь спектр черной дыры. Ну вот так примерно она устроена, к сожалению. Не вся, конечно, но большинство. Особенно научпоповская. Ладно. Давайте-ка сосчитаем потенциальную энергию. Вот у нас есть некоторый заряд Q житая, который находится в точке R житая. И некоторый заряд Q с ноликом пробный, который находится в точке R. Давайте посчитаем потенциальную энергию заряда Q с ноликом относительно бесконечности. Ну понятно, что поскольку от траектории ничего не зависит, от вида. Я введу вот так ось X, тут сделаю X равно 0 и буду утаскивать заряд Q с ноликом на бесконечность вдоль оси X. И посчитаю работу. Ну понятно, что тогда в этой точке значение X будет равно модулю R минус R житая. Правильно? Это вот этот кусочек. Ну тогда, если я этот заряд тащу где-то здесь, но в участке DX, то в этом случае, ну вообще говоря, работа будет равна из точки R в точку бесконечность, будет равна интегралу от точки старта, давайте назовем это X стартовая, А зачем точки старта? Сразу поставим модуль R минус R житая. А давайте еще поставим работа житого заряда, когда у нас есть только один заряд здесь. Потом будет много зарядов, мы позже просуммируем. До бесконечности. Дальше сила на этом участке. Это будет Q житая на Q с ноликом делить на X в квадрате. Модуль силы не надо делить на X в кубе и на X умножать. Перемещение DX. А косинус угла между ними, я как сила центральная, она по прямой смотрит. Если оба заряда положительные, она отталкивает, и я тащу сюда косинус единичка. Ну понятно, тогда будет Q житая Q с ноликом. Первообразная минус единица на X в первой степени в пределах от модуля R минус R житая до бесконечности. Ну понятно, на бесконечном пределе ноль. На нижнем пределе единица на R минус R житая со знаком плюса. Из-за того, что нижний предел и тут минус. И то получается Q житая Q с ноликом делить на модуль R минус R житая. Это в СГС. Всех надо домножить на дурацкий множитель. Ну тогда потенциал. Да, это не что иное, как потенциальная энергия в точке R непроизвольного заряда системы зарядов, а только когда источником поля является один заряд. Ну естественно, если теперь нас интересует потенциал, создаваемый в точке R одним только житым зарядом, мы должны потенциальную энергию от этого заряда, которая создается для заряда Q с ноликом, делить на Q с ноликом. Ну и нетрудно понять, что это будет Q житая на R минус R житая по модулю. Ну и на всякий случай, если всяк, то единица на 4 пепса он с ноликом. Это для одного заряда. Мы с вами уже знаем, что для потенциалов есть принцип суперпозиции. Поэтому если у нас здесь не один заряд, а много, а нас интересует потенциал в этой точке, то фи суммарная в точке R, но если суммарная, я не буду сумму ставить. Это по принципу суперпозиции, либо сумма по всем зарядам-источникам Q житая на модуль R минус R житая. А если нам считать сумму лени, мы хотим перейти к интегралу, то это будет интеграл по многообразию гамма, либо по объему, либо по поверхности, либо по длине нити. DQ и положение заряда задается радиус вектором R. Мы снова возвращаемся к этой картинке. Я говорю, как сосчитать потенциал в этой точке. Делить на модуль R минус R. Когда мы пишем интеграл, мы не нумеруем точки, где находятся кубики, поскольку математики считают, что когда кубиков много, их нумеровать лениво. Чувствуете, как мы обманываем математику? У нас частицы на самом деле гораздо больше, чем кубиков. И когда мы для себя что-то считаем, мы частицы нумеруем. А когда мы упрощаем для математиков, мы даже не нумеруем кубики, которых гораздо меньше, чем частицы. Ну, смотрите теперь, как здорово. Если для вычисления поля нам надо было брать три интеграла, то для вычисления потенциала сколько нам надо брать интегралов? Один. Потенциал считать в три раза проще, чем поле. Правда, есть одна неприятность. У нас при вычислении поля здесь стоит R в квадрате, но здесь R в кубе, здесь R в первой. А здесь у нас стоит степень на единицу меньше. Поэтому для больших распределений зарядов эти интегралы будут сходиться гораздо хуже, чем те. Интегралы для потенциалов будут сходиться хуже. Если получится, что он у вас не сходится, тогда не выбирайте за ноль бесконечно удаленную точку. Теперь я предлагаю вам запомнить одну пижонскую фразу. Значит, электрическое поле... Да, кстати, а как рисовать? Мы линии поля рисовали силовыми линиями. Помните, в каждой точке которой вектор напряженности смотрит по касателям. Можно рисовать картину потенциала. Можно... Скажем, есть положительный заряд. Ну, какой-нибудь заряд, но для простоты положительный. Давайте сосчитаем потенциалы в каждой точке. И найдем множество точек, в которых потенциалы одинаковые. Если это множество окажется связанным... Ну, короче, если точки близко друг к другу прилегают... Все эти точки с одним потенциалом объединим в одну поверхность. Такая поверхность будет, как называться? Экопотенциальная поверхность. Потенциалы рисуют с помощью экопотенциальных поверхностей. Кстати, есть замечательная теорема. Линии электрического поля обязаны быть ортогональны на экопотенциальной поверхности. Понятно почему. Если мы двигаемся по поверхности потенциалу, а значит и потенциальная энергия не меняется, поэтому работа по перемещению по этой поверхности есть ноль. Но работа – это скалярное произведение силы на перемещение. Поскольку перемещение не ноль и сила не ноль, потому что поле-то у нас есть, то остается сказать, что здесь прямой угол. А поле смотрит туда же, куда сила. Я помню, как-то я решил позабавиться на экзамене. И одну девочку, у нее как раз там было поле, потенциал. Ну так, что ты говоришь? Я говорю, а вы какую-нибудь лабораторную работу делали? Делала. Какое? По исследованию поля. Я говорю, ох, как интересно. Как же вы исследовали поле? Она сказала, с помощью прибора. Я говорю, какого прибора? Какого? Измерителя поля. Я говорю, ох, как интересно. И что же это за прибор? А работа там такая. Там два электрода. Один к земле пределом. На второй там подано 24 вольта или сколько-то. А вы вольтметр один конец земляете, а другой такой щуп, там бумага, которая чуть-чуть электричество проводит. И вы тыкаете иголкой в разные точки. И смотрите, что показывает вольтметр. Ну и он показывает разность потенциалов между этими двумяточками. Я говорю, может быть, вы все-таки вольтметром пользовались? Мне говорят, измерителем поля. Я говорю, да нет. Никакого поля. Вы мерили потенциалы. Я говорю, да. Ах, вы не поля мерили, а потенциалы. Я говорю, покажите, она там. Чего я к ней привязался-то? Она просто была не допущена вовремя к экзамену. Замужина не сделала лабу. И мне пришлось у нее принимать экзамен после того, как у всех. И тратить свое время. Ясно, что я на нее был сильно зол. Что она вовремя не сделала лабу. Из-за того, что она вовремя не сделала лабу, мне приходится тратить время беседовать с ней в другое время. Я вообще считаю, что если человек вовремя лабу не делает, не допускается к экзамену, у вас-то сделано так, что они не связаны. А в других вузах они связаны. Я говорю, так тогда вообще виноват тот, кто не сделал лабу, и преподаватель, который ведет лабу, за то, что он не заставил его сделать. Я-то что-то при чем? И тогда уж если он не допущен к экзамену, так вы сами у него и принимаете экзамен. Чего я-то буду время тратить? Я совсем не хочу со всякими троечниками делать. Я говорю, так, ну, покажите ваш лабах. Ну, там какие-то кривули нарисованы. Вот, говорит, вот, это я измерял. Я говорю, это что? Ну, как что? Поле. Я говорю, если поле, куда оно смотрится? Задумывалось. Ну, говорит, либо сюда, либо сюда. Я говорю, странно, здесь электрод, а поле вот так смотрит. Он говорит, что тут странного? Ее это даже не удивляет. Я говорю, знаете, наверное, вы все-таки измеряли не поле, а строили эквипотенциальную поверхность. А, говорит, так вы меня по вопросу билета спрашиваете? До нее дошло. У нее вопрос потенциал, эквипотенциальные поверхности. Я говорю, да, знаете, вот как раз то, о чем вы должны были рассказать, вы измеряете. А, ну да, конечно, я вспомнил. Это были эквипотенциальные поверхности. Я говорю, а поверхности-то эквипотенциальные чего? Как бы чего? Ну, поверхность? Я говорю, из чего она сделана? Как же, из эквипотенциала. Я говорю, а как по-вашему, эквипотенциал, он проводник или диэлектрик? Диэлектрик. И какого цвета этот? Она говорит, ну это материал такой. Диэлектрик. Нет, говорит, проводник. Я говорю, у меня последний вопрос. А кто у вас преподаватель по лобам? Она говорит, зачем? Я говорю, я его уволю. Она говорит, за что? Я говорю, за то, что он вам за счет поставил. Во-первых, я преподавателя спрошу, эквипотенциал, он проводник или диэлектрик? Какой вопрос, а? Из какого материала сделан эквипотенциал? Жуть. Ну понятно, что потенциал... Да, так я хотел сказать умную фразу. Итак, мы придумали электрическое поле. Это некоторый выдуманный объект физики, который переносит взаимодействие. С точки зрения математика в поле это совсем другое. Математическое поле это когда в каждой точке пространства задано что-нибудь. Либо скаляр, это будет скалярное поле. Либо вектор, это будет векторное поле. Либо матрица, это будет тензорное поле. Теперь вы можете с умным видом сказать примерно следующее. Водимое в классическую физику 19 века электрическое поле. Это в 19 веке поле выдумал Фарадей. Математический поле может описываться либо векторным полем вектора Е, либо скалярным полем электрического потенциала. Поле это объект, который мы можем описывать либо векторами Е, либо потенциалом Фи. И когда я говорю вводимое в 19 веке поле, я подразумеваю физическое поле. А когда я говорю векторное поле Е, я подразумеваю математическое векторное поле, когда в каждой точке определен потенциал. Определен вектор Е. А когда я говорю скалярное поле потенциала, я имею в виду математическое поле. Это когда в каждой точке пространства определен скаляр. а как она на самом-то деле вы не знаете страшный вопрос конечно потенциал считать в три раза легче чем поле вопроса зачем поле надо считать для того чтобы знать силу чтобы решить уравнение движения и предсказать будущее а потенциал ну нет конечно можно сказать чтобы знать энергию и иногда можно чего-то решать задачи по физике не на языке сил на языке энергии но это такая слабая слабое утешение короче есть проблема а нельзя ли по известному потенциалу найти поле вот если известно е то по нему потенциал считать как ничего делается считать такой интеграл но чтобы считать такой интеграл надо знать е только я верну забыл поставить а чтобы знать и я надо брать 3 интеграла а нельзя ли сделать наоборот взять один интеграл сосчитать е фи а по нему сосчитать Е. Оказывается, можно. Смотрите. Пусть мы сосчитали скалярное поле потенциала. То есть знаем потенциал в каждой точке процесса. Это начало координат, а везде потенциал мы знаем. Вот в этой точке R потенциал φ от R. Вот в этой точке R плюс ΔR потенциал φ от R плюс ΔR. Но нетрудно понять, что векторок ΔR это вот такой вектор. Мы знаем потенциал здесь и здесь. Давайте сосчитаем приращение потенциала. Δφ. Что такое приращение? Приращение любой величины это разность того, что стало, минус то, что было. поэтому это будет φ в точке R плюс немножко минус φ в точке R. но φ в точке R плюс немножко по определению это интеграл от точки R плюс немножко до нулевой точки R с ноликом, которая обычно бесконечность, но не обязательно, от ЕДР. А φ в точке R это интеграл от точки R до нулевой точки R с ноликом ЕДР. Ох, люблю издеваться над математикой. Я сейчас общий множитель вынесу за скобку и напишу так. Интеграл от R плюс ДР до R с ноликом минус интеграл от R до R с ноликом а за скобки вынесу ЕДР. Математики умрут от такой записи. Но я пользуюсь основной теоремой математической физики, согласно которой физикам в математике разрешено всё, если физики получают правильные результаты. Теперь, если я здесь поменяю пределы интегрирования на обратный, какой знак появится? Поэтому это будет минус интеграл от R плюс ДР до R с ноликом плюс интеграл от R до R с ноликом от ЕДР. А теперь смотрите, у меня сумма интегралов, у которых есть одна общая точка R с ноликом. А что можно сделать тогда с двумя интегралами? Объединись и в один. Это речь идёт вот о чём. Здесь говорится, что мы из точки R плюс ДР должны уйти в R с ноликом. А здесь говорится, что надо и с R с ноликом прийти в точку R. Но ведь можно идти не только так и так, а можно идти по прямой. У нас же поля потенциальные. Совсем не обязательно в точку R с ноликом заходить. Ведь работа в потенциальном поле между двумя точками не зависит от формы проектории. На языке математики это вот так. Поэтому у нас получилось минус интеграл от R плюс ДР до R от скалярного произведения ЕДР. А теперь я воспользуюсь теоремой о среднем. Ну здесь у нас криволинейный интеграл для трёхмерной функции. А теорема о среднем наверное вам доказывалась для элементарного одномерного интеграла, но она для любой размерности интегралов. Теорема о среднем говорит примерно следующее. Если есть функция F от X некоторая функция одного аргумента она какая-нибудь такая. это точка это точка это точка это точка B и мы должны сосчитать интеграл от A до B F от X до X то теорема о среднем утверждает что между A и B всегда найдётся какая-то точка X с волной то что этот интеграл будет равен X F от X с волной на B минус A это теорема о среднем но это совершенно очевидная теорема ведь вот этот интеграл это не что иное как площадь под этим графиком правильно? Утверждается что если эта функция хорошая то на ней всегда найдётся на этом интервале точка такая что если через неё провести прямую то площадь под красным графиком будет равна площади под зелёным ну понятно надо чтобы сверху эта функция была столько же точек сколько снизу это и есть теорема о среднем вот так смотрите вообще математики не доказывали такую но это вижу понятно что так сделать можно ну вот я примерно этим и буду пользоваться я напишу что на этом участке найдётся между точками R плюс DR и точкой R найдётся такая точка R с волной что это будет просто равно минус G от R с волной которая находится между этими двумя точками умножить на разницу пределов тут R а тут DR умножить на DR вот и всё я здесь взял вместо DR участок по которому идёт интегрирование отсюда до сюда а здесь я сказал что на этом участке найдётся такое значение R в котором электрическое поле будучи скалярно умноженное на эту величину даст то же самое что честный интеграл это абсолютно та же самая теорема можно расписать в проекциях на XYZ в каждой проекции и так получится а значит и получится для произвольной траектории ну а теперь смотрите что мы сделаем давайте это скалярное произведение запишем честно и напишем так минус EX на ΔRX плюс EY на ΔRY плюс EZ на ΔRZ ведь так считается скалярное произведение А теперь если мы внимательно посмотрим на начало и конец то мы увидим рецепт вычисления электрического поля если меня интересует x-овая компонента электрического поля я должен приращение потенциала поделить я должен эти два слагаемые сделать равными нулю сразу напишу что ΔRY должно равняться нулю и ΔRZ должно равняться нулю этих слагаемых нет тогда EX это будет минус приращение потенциала делить на ΔRX но я сказал что вот эта точка замечательная в которой такое приближение может вас последнее сделать находится между этими двумя точками я не знаю где а если мне хочется где-то определенно знать поле не Бог знает где а определенно как вы думаете что надо делать с этими двумя точками чтобы неопределенность убрать но ΔRY и ΔRZ и так нули а ΔRX мы должны что делать стремить к нулю вот как считать нуля вот если бы этого не было это что было бы написано производная φ по DRX но на самом деле φ зависит не только от X но и от Y и от Z это функция трех переменных но мы две переменные зафиксировали их приращение ноль а третью стремим к нулю это тоже производная но такая хитрая это производная которой X меняется а Y и Z константы считаются такая ее так и надо считать если это конкретный потенциал надо Y и Z считать константы а по X дифференцировать а Y и Z как постоянные такой производной придумали специальное обозначение пишут так dφ по DRX и такая производная называется частной производной функцией многих переменных по одному из аргументов ну а догадайтесь с двух раз как найти Y компонент поля а давайте сразу я скажу так кси компонента поля это минус dφ по DRX где кси пробегает значение X и Z чтобы не писать три формулы я одну напишу господа мы с вами нашли все три компонента вектора E тогда если нас интересует вектор E то его надо считать так надо взять X компонент вектора E и умножить на ORT EX плюс Y компонент вектора E на ORT EY плюс Z компонент вектора E на ORT EZ разложение вектора по органу но каждый из компонент это такая производная поэтому можно написать так я минус вынесу за скобки дальше я в каждом из слагаемых поменяю местами ORT и проекцию это будет EX D φ по DRX плюс EY D φ по DRY плюс EZ D dφ PDRZ господа в математике так часто приходится функцию трех пространственных переменных по очереди дифференцировать по каждой из переменных и результат умножать на единичный вектор с индексом соответствующим этой переменной что такую математическую операцию придумали в нее специальное название и обозначение название как градиент и пишут так это минус градиент φ обычно говорят так градиент это операция которая по скалярному полю строит вектор при этом вектор направлен в сторону наибыстрейшего возрастания скалярного поля вот если у вас есть гора двумерная местность а поле это высота этой местности то вы должны найти направление куда гора самая крутая и в эту сторону будет смотреть градиент дальше вы в этом направлении должны сделать шаг найти высоту здесь и здесь и найти скорость изменения высоты но не по времени а по длине шага ну что и так строится такой вектор но господа и так делают математики физики как всегда выпендриваются физикам лениво три раза писать фи догадывайте что они делают они выносят фи за скобки и пишут минус ех д по др плюс е у д по др плюс ез д по др а фи пишут здесь считаю что если фи стоит за скобками его надо потом подставить на те места где математика требует функции но такая комбинация набор из трех ортов умноженных на команду продифференцировать по соответствующему направлению так часто встречается что для такой комбинации придумали вот такое и пишут так а говорят по прежнему напряженность поля равна минус градиент фи поэтому есть два способа вычисления напряженности поля либо суммировать или интегрировать три раза по каждой из проекций либо суммировать или интегрировать один раз скалярную функцию а потом считать градиент а вычисление градиента это просто три производные умножения на остров надеюсь вы понимаете что считать производные на порядок проще чем считать интегралы потому что производные есть простой алгоритм как считать а брать интеграл это искусство все обратные процедуры в математике сложные перемножать числа просто столбиком а делить числа это надо угадать такое число на которое надо умножить другое число чтобы получить третий там надо гадать то же самое с вычитанием то же самое с извлечением корня То же самое с вычислением интеграла. Считать градиент это фу, это три производные. Поэтому теперь алгоритм для вычисления поля. Если у нас интеграл будет сходиться, все разумные люди сперва считают потенциал, а потом считают градиент. Если вдруг система зарядов такая, то интеграл не сходится. Помню, как-то на физфаке сказал, а сейчас посчитаем поле бесконечной разумно-заряженной плоскости. Ну, нашелся один крытая из физоматышка, сказал, Александр Сергеевич, ну, бесконечных плоскостей-то не бывает. В какое время? Отлично, на экзамене все будут считать поле бесконечной плоскости, а ты будешь считать поле конечной плоскости. Дисплейный класс в твоем распоряжении. Вы что, серьезно? Я говорю, дорогой, ты даже не представляешь, насколько серьезно. В середине следующего семестра он экзамен стал, научивший писать соответствующие программы. Я не возражаю, если вы на экзаменах всю соответствующую арифметику будете делать не руками, а в Вольфрам-математике. У нас физика, а не математика. Но только при одном условии. Вы можете заставить Вольфрам-математику это делать. Прямо при мне здесь. А не сказать, ну вот там я в Вольфрам-математике сделал, вот ответ. Стерли, открыли ноутбук и сделали прямой нет, пожалуйста. Если не умеете брать интегралы ручками, если не умеете считать градиенты ручками, пожалуйста, Вольфрам-математик, Летом и придумали эти железные. Но только ответ надо получить. Ну вот и все про потенциал. Ладно, давайте тогда сейчас сделаем перерывчик.